Сегодня губернатор Рязанской области Олег Ковалев посетил строительство центра большого тенниса на улице Зубковой в районе Дворца спорта Олимпийские. Пилотный проект является базовым. Он реализуется, согласно указу президента, построить аналогичные площадки и в других регионах. Это пилотный проект. Есть поручение президента о строительстве в России 12 аналогичных центров развития тенниса. И наш проект был выбран как пилот. И сегодня от того, насколько качественно мы сделаем, насколько технологично он будет работать, зависит, будет ли взят за основу как типовой проект наш проект и тиражироваться в других регионах Российской Федерации. Всего в центре будет 18 кортов. Под крышей предусмотрено 6 теннисных кортов с трибунами на 430 мест. В открытой части центра будут работать 8 кортов с грунтовым покрытием, а также 4 корта с искусственным покрытием. Еще в комплекс войдут игровая площадка для мини-футбола, баскетбола и волейбола, беговые дорожки, гостиницы для спортсменов и ресторан. Будучи строителем в прошлом, а в настоящий момент любителем большого тенниса, губернатор отнесся к завершающему этапу строительства со всей строгостью и знанием дела. Особое внимание в разговоре с подрядчиками Олег Ковалев уделил благоустройству, в том числе и озеленению территории. Мы рассматривали вместе с Северной Компанией, здесь они будут сажать парковую зону. Она здесь предусмотрена. Ребята, я все это так и думаю, но это должно быть положено на определенные договоренности, на документы положено. Понимаете, я всем верю, но я уже давно живу. Я привык уже, что вот есть мы, подписались под этим, все. Вот считай тогда вопрос решенный. А пока это все на стадии разговора, вопрос не решенный. Устройство кортов начнется в июне. Сдать весь объект рассчитывают к августу. Тогда уже планируется провести здесь первый неофициальный турнир, приуроченный к открытию центра. Подрядчики заверили, что работы идут по графику. Ну, поручения я уже все раздал. Сейчас одно поручение. Надо уложиться в установленные сроки, значит, с тем, чтобы уже в августе месяце произвести торжественное открытие в Турканистском центре. Работы очень много. Я не так оптимистичен, как строители, которые говорят, что все мы сделаем. Значит, я вижу, что работы очень много. И предстоит очень напряженно поработать. Май, остаток мая, июнь, июль, вот эти два с половиной месяца, очень много предстоит сделать работы. Центр большого тенниса способен принимать соревнования, в том числе и международного уровня. Благодаря такому спортивному комплексу Рязань станет одной из площадок для подготовки олимпийских резервов. Задача стоит создать такие теннисные школы для всех желающих, а там уже наиболее талантливых отбирать сюда. Значит, ну, центр будет неким методическим центром. То есть те школы, которые сегодня работают у нас, они работают, как Бог на душу положил. И это не есть хорошо, потому что успеха высочайшего уровня мастерства достичь при таком, ну, очень сложном, при таком подходе. Поэтому методический центр будет обеспечивать методику тренировок, будет контролировать соблюдение этой методики тренировок. И раз в году отбирать сюда наиболее талантливые для того, чтобы совершенствовать их мастерство. Спорткомплекс должен стать базой для развития детского тенниса. А для жителей Рязани, не являющихся профессиональными спортсменами, центр предложит абонементы и выделит отдельные часы для занятий. Возможно, центру будет присвоено имя Николая Озерова, многократного чемпиона страны по теннису, чьи родители были из Рязани.